вот как был прав Валера когда мы ехали у него такая песня есть любимая грибная тын-ды-рын-ды-рын и он утверждал мы найдем воровик честно говоря я очень сильно сомневалась посмотрите вот он богатырь да первый уже с такой вот хорошие мы надеемся волны и крепенький какой такой сколько удовольствия сколько удовольствия ну покажи покажи нам ну вот я его со всех сторон покажу даже я его хочу почистить посмотреть насколько он чист ну даже если он не чист мы его я его обцелую так где где я уже растерялась где где мой нож ножка немножко потучено а может и нет потому что внутри он такой крепкий вот я его пытаюсь нажать он нигде не пружинит ничего никак да нет вполне себе вполне себе такой достойный гриб вот он вот он вот он да и посмотри посмотреть посмотрите айяяяй вот теперь уж точно разведка удалась смотрите такой красивый ножка беленький вот он дай посмотри на Ну, посмотри, посмотрите. Ай-яй-яй. Ура! 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 Ай-яй-яй. Хорошие перспективы. Посмотрите. Вот он еще. Малыш. Тот был большой. Мы не поняли, что с ним случилось. А этот? Шикарный. Это то, что нам надо. Утро. 15 июля. Разведка. Дальняя делянка. И такая огромная радость. Наконец-то начинает появляться уже не только веселкие лисички. Вот он. Молоденький. Хорошенький подберезовик. Хороший знак. Разведка пока складывается противоречиво. Всего у нас два подберезовика. Но при этом, конечно, один контейнер уже в машине. Вот вторая корзина лисичек. Лисички подросли, наросли. И судя по шикарнейшему состоянию леса после дождей, они еще будут расти. еще немножечко дождик покапал. Но, конечно, как многие грибники, мы набросили плащи, и мы очень-очень радовались дождю. Дождь – это хорошо. Дождя много не было в лесу. Значит, будут грибы. Пока лисички еще чуть-чуть подождать, и пойдут те грибы, которые мы ждем. Мы лисички ждем. Мы лисички всегда берем, если мы их видим. Там под листвой. Да, да, я вижу. Ох, как они здесь такие красотулечки спрятались. Покажи нам их. Худание. Да, видишь, пробились. Они, мне кажется, здесь неплохо чувствовали. Их не было видно особо. От солнышка, от жары они упрятались. Уже ладошки не хватает. Да, я вижу. Здесь маленький пускай сидит. Здесь на этом бугорке у нас свое местечко контрольное. Вот так. Судя по всему, сегодня у нас такая будет хорошая заготовка лисички. Ну, разведка есть разведка. И вот начинает все-таки потихонечку что-то у нас появляться. подбережа. Так, это у нас наш сегодня третий подбережничек. Маленькие, маленькие еще. Еще, я так думаю, они чистенькие. Да, конечно, он такой. чистенький. Вот он, чистенький. Чистенький малышок. А вот чуть повыше собрат и чуть побольше. тоже молодой. Да, тоже молодой. Вот когда начинается сезон, конечно, радуешься любому грибу. Еще их никто не кушал. Они еще такие хорошенькие. Вот и этот белый. Ура! 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 очень много мелкой лисички, но от мелкой мы уже подустали и поэтому мы стараемся брать лисичку покрупнее. А здесь можно найти совершенно такие нетронутые поляночки. Смотрите, какая хорошая лисичка. Так. чуть-чуть уже подлинули. Да, комарище. Они, по-моему, очень рады, что до них кто-то доехал. прячется. Да. Здесь еще вот возле корзиночки. вообще подлиствой там ты корзинку даже чуть не поставил. Как они здесь? Они от жары прятались в муках. Да? подлиствой. Такие уже классические закрученные, подкрученные. сегодня нам предстоит конечно вечером поработать, чтобы все это счастье довести до ума. из года в год все-таки основная такая заготовка мы включаем весенние грибы, сезон которых уже давно закрыт. Прицепилась. Она начинается с заготовкой лисички. Все остальные грибочки совсем покрашилась и запуталась в листве. Все остальные проскакивают вот как подберезовички там надеемся еще что-то единичное интересное найдем. Массовости будем мечтать где-то через неделю после таких дождиков шикарных которых наконец-то дождались. Лисички сегодня уже много да и мимо конечно таких не пройдешь вот такие хорошенькие кстати мы рады лес оживает мы уже даже забыли когда мы видели столько сыроежек и красные и розовые и зеленые мальпасы совершенно лезут сегодня даже комарикам радуюсь даже не обращаешь на них внимания ну жужжат жужжат ну живут они здесь сейчас мы покажем вам полянку которая уже была засвечена в нашем предыдущем фильме когда первые подосиновики нашли ну опять же исключительно для того чтобы показать что грибы не обязательно ковырять ножом и прямо в лесу вот на этой полянке вот точно лет 10 растут лисички вот две недели назад мы собирали две недели назад мы здесь их собирали и посмотрите сколько их еще дальше наросло сколько их лезет маленьких то есть вот лисички совершенно все равно посмотрите вот как они во мху сколько ее много в общем я начала работать и Валира вам сейчас аккуратно ее дальше заснимет вот такие красивые желтенькие после дождя а вот это просто красиво очень красивый мух и по нему красиво растет лисичка она прячется серый мох сизый нужно быть очень аккуратным чтобы на тебя не обиделись вот эти милые создания пахни чабор чабрец у них своя жизнь итак вот наш сегодняшний итог трубчатые только-только начинают свое движение вот такой маленький осиновичек ну такой лукатырь можно сказать боровичок 4 подберезы безусловно это очень мало но зато вот столько лисичек мы тут же переключили свое внимание на лисички потому что поняли что еще вот нужно недельку подождать к сожалению итоговую картинку снять лесу не смогли нас выдвала гроза мы приехали к Валерию домой здесь тоже надвигается такая огромная красматая туча дождя много не бывает для грибов поэтому на следующей неделе все в лесу грибы должны быть пока